всем привет решила снять я сегодня влог не знаю почему у нас сколько я не знаю сколько у нас 7 51 утра и начнем мы наше утро с нашей елочки в белых цветах но потом я еще покажу хорошо там буря просыпается да вот у нас уже рассвело пойдем готовить завтрак сегодня суточка яичница с грибами помидорками и тут остатки было роскошь и салатик вот а я не знаю выложу я это не так я выгляжу по утрам такая красавица наша елочка еще один вид на нее ой да это в тему видео этой героники которая миг гелл была раньше шила показать да вот но порассуждаю о ее видео я попозже немножечко в принципе с не согласна чего что такое чувство что добавлю и я буду делать ответы в этом видео где-нибудь днем на ваши вопросы которые мне задавали в комментариях я не понимаю почему я не могу не ответить на комментарии не написать его сама хотя там связала google youtube и вообще все сделать нифига у меня работать я не знаю еще будем готовить завтрак и набираться сил да начнем с этого потяется что-то такое еще будем делить а вот так выглядит наш завтрак наш великолепный яиченко омлет ли что это и новогодние у нас чашечки хи хи ну и тут вообще не знаю была я роскошь да мы очень любим завтракать при свечах ну и вообще есть при свечах а еще хотел показать нашу гирлянду так она мне нравится беленькая борис вкусно а что ты кушаешь понятно у него только одно новое изюм у него вся на каши с изюмом чья будет сеанс связи с роднёй все арвар ща будем краситься водить красоту нет кистей и пятна вот да сейчас пользуюсь вот этой в основном калеткой раньше все не каждый день а только понедельник всегда пятница в основном потому что в эти дни мы ходим что ты ударился детский сад сейчас пойдем типа сборкой потому что сегодня пятница все ну дурочку поймал борюсь ну и в общем на разгар событий где боря где борь а он горит ходит очень интересно наблюдать на них за некоторыми родителями все как себя ведет особенно вот за этой бабушкой она просто просто хорошо обратить внимание на наличие пап а не без мам просто прости детей поиграть а шабер будет прыгать его любимая песня едем домой у него шапка переводила борис скажи привет с палочки я мама взяла себе кофе как обычно смотрит уже новогодний но тим хортенс обычно и вот значит наша улица но такая друзья не наша улица по которым мы идем она такая как бы деревенского плана но прикольная борюсь тебе понравилось как мы сегодня сходили ну хорошо пойдем домой пешком идти нам где-то километра полтора зайти в этот магазин белорама как видите на 1 доллар плюс что-то надо для дома посмотреть и потом туда может быть зайдем покушать ой покушать ну купить базилик и шпинат наверное не знаю а Боря хочет что-то там поесть поесть хочет или что-то хочешь а машинку он хочет посмотрим 1 доллар плюс зашла за шпинатом и кое-что для дома но я не могу ходить и Борьки он там хочет перепала а сейчас мы будем пихать дорогу вон наши дома высокие пойдем туда там какая-то пробка может быть что бы случилось дядя ей сейчас пойдем давайте расскажу что я купила качество чувствую я будет сильно хромать вот такую штуку это как жестяная коробочка за два доллара мне не жалко нет 2.50 могу рассказать что сколько стоило в этом долларовом магазине вот такая я планирую в ней хранить планирую в ней хранить Боряные ну всякие там сладости не очень хотела я покупать с новогодней тематикой потому что ну как бы хранить то буду не только сейчас но там других не было в общем взяла мне что-то понравилось красивое показалось дальше какая-то там новая коллекция посуды вот собственно вся коллекция взяла вот такую вот маленькую мисочку для салатика за два доллара и вот такое блюдо за три мне кажется когда будут приходить в гости тоже отлично что-нибудь разложить ну и так помелче взяла эти самые комнат мне скажу комнатом хорошо стены оттирать потому что у нас здесь не видно вот там белые стены и на них мы с борькой брызнули акриловыми красками малешка и гранатом надо отмыть взяла комнат и взяла фрукты там он борь на машинке точнее овощи ой крем мой для рук обычную эту капусту в салат ну как салат это не капуста это вот ну знаете салат лимончики пять штук за два доллара не знаю дорого нет не знаю помидоры какие-то дурацкие сегодня я буду делать буду тушить овощи вот взяла анис фенхель по-другому очень его люблю я знаю что многие не любят его запах но честно говоря я обожаю вот в овощи добавлю как они типа цукини потом взяла эту капусту цветную честно говоря только здесь узнала что люди тут ее едят сырой честно говоря сырой она мне даже больше нравится но конкретно эту я буду варить и чё я взяла еще авокадо гиганты два авокадо гляньте огромные как вам авокадо им же убить можно но они были мягкие поэтому взяла эти и по-моему все да все и сейчас мне немножечко зарядится телефон и я с вами немножко поболтаю а но значит я пью как бы вот такие витамины а как видите центру называется вот так местная я вообще не из тех людей которые ну чтобы я не верю в витамины ну вообще не очень верю я не тот человек у которого знаете как принципе я организованный но вот эти данные вообще не умею вот честно пью когда вспомню примерно раз две недели там еще много выглядит там защита детей одной рукой не открою вот пью я как бы пью их не прописал врач вот да что еще вам сказать давайте вам сразу покажу чем я чем я тут мажусь по-моему это все что я вам показать мажусь я вот такой вот штукой тоже это местная купила на первую попавшуюся вот этой вот фирма в таком магазине поближе приближе для тех кто не знаю вдруг в канаде кто есть может быть это американская фирма не знаю у него очень приятный запах я может уже половину из расходовала это крем от растяжек я вообще не сильно подвержена растяжкам но что-то как-то вообще на всякий случай мазать ну тем более вдруг не стало казаться что они у меня есть хотя потом я посмотрел их нету крем по моим понятиям я не знаю дорогой 20 долларов на 20 сколько там 23 почти получается с налогами просто в россии я тоже мазалась я покупал еще какую-то там в аптеке сам дешевый за 70 рублей была вполне довольна вот здесь поэтому мне как-то дороговато а что вам еще рассказать вот она я красавица на дом я хожу вот так ношу бандаж да пусть будет видео о натуральной красоте дома я уношу прям так ну это живой большой потому что ну блин не охота туда читать тем более мне в нем неудобно сидеть и мне его приходится все время снимать вот а что вам сказать никакой диеты я не придерживаюсь как видите по мостике какая тут вообще может быть диета вот а давайте вот так сделаю опанька сейчас я буду себя видеть вот а никакой диеты я не придерживаюсь я ем все подряд ем очень много надежда к наезда на весь на всю оставшуюся жизнь что еще я много набрала килограмм читала сейчас комментарии сразу хочу ответить на какой-то вопрос если хотела ответить а ну про надежду винипе я сказала про бабушек тут писали с бабушками сложно да но надо что-то делать иногда я просто что-то говорю что допустим вот мы делаем так то так то понятно что втихаря наверное будут делать но не знаю не знаю тут тут нельзя ничего советовать все очень индивидуально хотела сказать собственно да у меня перерыв я пью я пью чаек с шоколадками к слову да предыдущий кадр у меня оборвался на словах на сколько я поправилась поправилась я на 14 килограмм это очень много учитывая что у меня всего около 30 недель чуть меньше то как бы да но честно говоря посмотрите на эту прелесть ну как это можно не съесть кстати это мы вчера выиграли сборкой целую огромную корзину шоколада мы вчера ходили на вечеринку по случаю знакомства жильцов дом в котором мы живем он новый вот и там короче мы с ним в лотерею выиграли огромную корзину шоколада теперь вот это надо есть ну это же надо есть ну что же пропадать поэтому да поэтому я так сильно поправляюсь на ногтях у меня лак эсси фиджи которые так сильно любят все блогеры я его я вообще не понимаю что они его так все любят ну то есть окей ладно видео у вас он выглядит ничего но по-моему он лежит отвратно особенно вот на этом ногте у меня да и вообще на этих ну короче говоря я не знаю за что его любить да цвет прикольный ложится ужасно это по у меня в три слоя и то я мега 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 аккуратно его красила я не знаю за что его все любят по моему отстойный лак и сону солидарна мои друзья между прочим и сестра вот собственно да такой у меня перерыв когда боря спит кстати хочу сказать давайте развернусь упси когда боря спит вот так давайте-ка я сяду когда боря спит я ничего не делаю правда я тоже отдыхаю я валяюсь на диване я смотрю ютуб я ютуб ютуб мне все равно как произносить правильно ну короче правда вот пью чай с конфетками я ничего не делаю потому что я тоже должна отдыхать а уже вместе с ним мы там готовим еще что-то делаем может быть сегодня я еще засниму как мы с ним готовим это конечно отдельная история вот а пока так да ну да есть видео для бабушек ребеночек кушает супчик куриный супчик лапшу со спаржей с хлебушком да борька он кстати еще любит спаржу и шпинат мы с ним как-то делали пирог со шпинатом брензой там что-то луком еще чем-то вот он его уплетал боречка не чавкаем ну да действительно можно еще и так о спаржу как вот 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 к вопросу это борьба не надо так делать если тебе не нравится вот сюда положи к маме в тарелку мама естественно все съела был у меня еще вопрос вот сейчас я вспомнила на который хотела ответить с какого возраста боря у нас ест вместе с нами в общем то мне кажется с тех пор как мы его начали ну как бы кормить уже за столом то есть не прикорм вводить там да там по две ложки а уже когда вот он съедал какую-то порцию да целиковую вот вот как-то вот наверное вот постепенно он с нами стал есть за столом потому что допустим если вы идете в кафе понятно что вы будете есть все вместе ну и как-то как-то само собой то сейчас я понимаю что со вторым ребенком я как бы многие вещи буду делать ну уже целенаправленно специально а о сборе как-то много получалось само собой вот так что ну считайте ну давайте возьмем что с года потому что в 8 месяцев я начала вводить прикорм хотя мы в 9 уже по-моему с ним поехали отдыхать и там он ел точно с нами за столом ну давайте допустим с года короче говоря как только он у вас уже съедает одну порцию как бы да за раз вот прикорма то есть вы как бы заменили одно кормление целиком ну вот мне кажется это возраст уже можно сажать его за общий стол ну вот так что у тебя течет все по этой самой по твоей бороде вытри салфеточкой что ты делаешь борюся вытри салфеточкой и и бороду свою вытри бороду вот давай хватит играться ты ешь а не играешься боря все пошли мы чем-нибудь займемся поубираемся что ли наша мусорка чтоб выбросить мусор надо ждать 100 лет у нас вот есть если не знаю она не видно перерабатываемый мусор а пока 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 я жду борь подожди аааа куда ждем решили с борькой выйти погулять вот это пишет что системы ньюс кто-то там выкидывает мусор но не я идем с ним гулять в этих же домашних штанах я и иду вот борюсик с лопатой но я вообще сегодня буду выбрасывать о о сейчас борюся погулял поиграл манка смерзла все снег ищет ребенок ищет снега а его нет мы идем домой у нас вот такой вход елочка которую кстати боря наряжала эту елочку у нас была типа тусовка по поводу наряжания этой елки Боря я ушла пока вот Боря за эту елочку наряжал все сейчас будем заходить ой так мне нравится тут вазы рождественские на улице у нас холодно холодно тема мне нравится вот ее мне в Москве очень не хватает побыстрее открылась да заходи мама еще как 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 у тебя еще мы тут откроем наши двери готовим я здесь что-то режу он тут сидит мне помогает сегодня я буду тушить овощи ему помогать не в чем вот вот а так надо миксер там держит насыпает что-то да борюсь вот режем морковку сейчас так и будем тушить овощи а потом добавим туда кабачки а не с перчиком вот потом покажу что получится и наверное на этом закончу свой влог все-таки попрощаться с вами на этой ноте вот такой вот у нас будет ужин это рисовая лапша овощи куриная грудка компот из сухофруктов ну Боря что-то от овощей отказался но сейчас мы что-нибудь в пиндюре он кстати не очень хорошо ест что хотела вам сказать вот да на этой ноте я пожалуй с вами попрощаюсь все-таки вот ну да 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 сейчас может быть у нас уже время пол восьмого сейчас может быть выйдем минут на 20-30 погуляем и я не буду Борьку уже укладывать спать вот кушай спокойненько это у него слово знаете как вот волшебное сразу нет 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 только не спать все всем приятного аппетита мне и Боре тоже всем пока пока